Развенел давно звонок. Начинается ухо. Стали тихо. Виктория Кошелевская в 26-ю школу попала по распределению прямиком из БГПУ. Совсем недавно училась сама, а сегодня под ее классным руководством 25 первоклашек. То, чем сейчас занимается молодая учительница, считает судьбой. Еще когда я была ученицей первого класса, наша учительница проводила опрос, кем мы хотим стать, когда вырастем. Мечта у меня была стать доктором. Я сидела на задней парте, на самой последней. И когда до меня дошла очередь, а все дети сказали, что тоже хотят быть доктором, я не задумываясь сказала учитель. Может быть, это как-то повлияло на мою дальнейшую судьбу. Таких молодых специалистов, как Виктория, в 26-й школе еще 8 человек. Учителя начальных классов, иностранных языков и физики. Все 9 рабочих мест в одной из крупнейших школ города были вакантны. Впрочем, педколлектив, который насчитывает 85 учителей, пополняется молодыми каждый год. В среднем у нас от 2 до 5 человек в год приходят молодых специалистов. Очень хорошая сейчас наблюдается тенденция, что молодые педагоги не просто приходят в школу, они остаются, то есть они пришли с желанием. И вот в частности, те педагоги, которые пришли в этом году, они горят с желанием. Учить школьников вчерашние студенты идут не задумываясь. Сегодня учительская зарплата не слезы, как раньше, а вполне достойные 25 тысяч рублей. Кроме того, говорят в Управлении образования, в городских школах молодым специалистам предусмотрены дополнительные выплаты. На основании решения Благовещенской городской дома выплачивается единовременно социальное пособие выпускникам высших учебных заведений 13 600, выпускникам средних профессиональных учебных заведений 12 400. При условии, что трудовой договор работникам не будет расторгнут в первый год работы, и они успешно отработают год. Кстати, в этом году наиболее востребованными оказались учителя начальных классов. В городских школах было 19 таких вакансий и 16 для учителей иностранного языка. К первому сентября все удалось заполнить. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город».